Из Москвы с триумфом. Концептуальные модели «Лада», покорившие столичный автосалон, представили на выставке «Мотоэкспо-2014». Она открылась в Тольятти уже в 19-й раз. Как сообщил президент «АвтоВАЗа» Бу Андерсон, он намерен сделать предприятие сильнейшим производителем в России. Сыграет ли ставка на новые модели? Ирина Грумеза прогулялась по выставке, выслушала мнение и сама испытала новинки в отрасли. Новое лицо отечественного автопрома. «Х-дизайн» объединил модели «Ладу Весту», «Ладу Икс Рейд 2» и «Ладу Весту Спорт». Британский дизайнер Стив Маттин считает, что именно с создания современного и запоминающегося облика начнется новая страница в истории бренда. Автомобильное лицо, как лицо человека, транслирует потребителей очень много. Это «Х-графика», строгая, четкая, легко воспринимается, демонстрирует силу, мощь и некоторую долю агрессивности. Это современное прочтение облика, которое повторяется от модели к модели, соединяя их единым стилем. Это уникально в автомобильном мире, это отличит семейство «Лада» от других брендов. Во-вторых, я вижу, что 50% не любят «Ладу». 50% любят «Ладу». Но нет равнодушных. Я думаю, что вот такая выставка, этот салон поможет людям быть более позитивным, и это количество будет больше, чем 50%. И вернуть гордость за «Ладу». Повышенное внимание модели «Лада Веста». Старт производства назначен на сентябрь 2015-го. Уже в базовой комплектации автомобиль будет оснащен подушками безопасности, гидроусилителем руля, АБС и расширенным электропакетом. Во-первых, она сделана на новой перспективной платформе, которую разработали инженеры «АвтоВАЗа». На этой платформе могут делаться автомобили B и C-класса. Во-вторых, она имеет габариты максимальные для автомобилей B-класса. При этом она имеет еще и развитое очень внутреннее пространство, то есть удобство, расположение и комфорт. Честно говоря, да, такой концепт впечатляет. Очень хочется верить, что в серии они будут такими же. И да, можно будет приходить, смотреть на наши машины, и можно будет с города их брать. По крайней мере, на это очень хочется надеяться. Тольяттинский автосалон «Мотор Экспо-2014» традиционно собрал под одной крышей модели от компаний-производителей со всего мира. По соседству с отечественными концептами, словно показатель того, к чему надо стремиться, расположились знаменитые суперкары – Мазератти, Бентли и Феррари. А это новинка развлекательной индустрии. Гоночный автомобильный симулятор производства Саратовской области. Подобные аттракционы в России выпускают только Энгельс и Москва. При этом отечественный аппарат на 20% дешевле иностранных аналогов. Симулятор позволяет задать определенные параметры поездки и в режиме 4D прочувствовать, как ведет себя машина на дороге. Разные марки машин механизм отрабатывает по-разному. Например, сейчас я еду на спортивном автомобиле и управлять им, прямо скажем, непросто. Вот если бы я выбрала внедорожник или, скажем, универсал, то ощущения были бы совсем другие. Впрочем, здесь очень хорошо тренируется стрессоустойчивость. За свое недолгое виртуальное путешествие я уже несколько раз слетела с трассы и один раз даже перевернулась. Автосалон Мотор Экспо 2014 продлится в Тольятти до 21 сентября. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти.